Очень интересное, необычное, но неоднозначное устройство. Кто-то, когда его увидел, сказал, хочу себе такую, хочу, чтобы в моем айфоне поддерживалось 3 сим-карт, 3 различных номера. А кто-то сказал, лучше буду таскать с собой 3 телефона. Нужна эта штука или не нужна, решать вам, а я сегодня просто расскажу вот об этом устройстве. Как здесь написано, двухсимочный карта-адаптер. Как правильно эта штука называется, я не знаю, можете вот посмотреть на название. Сразу оговорюсь, что именно вот это устройство не пошло в серийное производство. Это тестовый экземпляр, поэтому он немножко подключивает. Софт тоже сыроватый, но производители обещали, что в ближайшее время они выпустят новую версию. Спрашиваю, а почему не пошло там в производство? Они говорят, что именно это устройство работало только в 2G сетях, а некоторым нужно, чтобы в 3G работало. Для чего нужно, чтобы в 3G работало, я не знаю. Это устройство нужно только для совершения звонков, ну, звонить, принимать звонки, писать смс и читать, и принимать смс. Писать, принимать, я уже запутался. В общем, для смс и звонков выходить в интернет или как-то там еще через него нельзя. Для того, чтобы выходить в интернет, есть 3G Wi-Fi роутер или 4G Wi-Fi роутер. Это только для звонков. Он любой телефон или любое, вообще любое iOS устройство и любое Android устройство может превратить либо в двухсимочный телефон, если вообще нет ни одной симки, либо расширить ваш телефон еще на две симки. Соединяется с устройствами через Bluetooth, то есть, Bluetooth постоянно на устройстве будет включен. Не забывайте, это тоже жрет электроэнергию. Что удобнее таскать два телефона, и то один брать в руки, то другой не знаю. Эту можно кинуть там в карман. Но есть еще одно ограничение. Когда вы подсоединяете вот эту штуку, ну, соединяете два устройства, звонить нужно будет не через стандартную звонюку, которую у вас на телефоне, вот через ту самую привычную, вот нажали, да, и звоните. Нет, здесь собственное приложение. Давайте на нем немножко остановлюсь. Главная страница тут показывает название устройства, с которым соединено, ну, вот она, и его адрес. Вторая вкладка для совершения звонков немножко притормаживает. Но это, опять же, альфа-версия приложения. У разработчика спрашивают, где такое приложение, можно скачать, чтобы поставить на другое Android-устройство для тестирования. Тестирование сказали, лучше не надо, как бы, вот, посмотрели, и можете вообще обзор не делать. Мы вам пришлем новую версию, если будет желание. Я так говорю, хорошо. В общем, звонки, смс-ки. Здесь ужасно тормозить. Отсюда же и пишутся, и тут же вот список весь смс. Лог вызовов и настройки. В настройках я даже не копался. Ну, чего копаться, изучать подробное устройство, то, чего, собственно говоря, в природе не существует. Вот у меня сейчас здесь карточка Beeline. Как узнать на Beeline? Звездочка, 102 решетка, звонок. Звездочка, 102 решетка, звонок. UCSD-запрос для получения баланса. UCSD-запросы не поддерживает. Ох ты, зачем я лучше? Давай зайдем заново. UCSD-запросы не поддерживает. Ладно, куда здесь можно позвонить-то? Центр управления услугами или... Вот, услуги при нулевом балансе. Представим, у нас ноль на счету. 0, 6, 40, 12. Позвоните. Идет обычный вызов, как на обычном телефоне. Звонок за счет собеседника, 2. Видите, данные передаются. То есть, как на обычном телефоне. Ладно, завершим этот звонок. Что здесь еще показывает это приложение? Тут вот прием сигнала, качество приема сигнала вот этой вот штукой. Собственно говоря, вот этим телефоном. Вот, прием сигнала хороший. Вторая карточка не вставлена. Время 9,04. Ну да, 21,04. Bluetooth включен. И заряд вот этого же устройства. 71% сейчас на нем. Садится довольно быстро. Если, знаете, если оно так же будет вот в конечном итоге садиться, то я бы предпочел 2 телефона, чем вот эту штуку. Ну, посмотрим, посмотрим. Давайте попробую позвонить хоть себе, что ли. Так, не смотрите. Звоню. Так, звонок пошел. Здесь почему-то нет звука входящего звонка. Ну, опять же, бета-версия приложения. Так, все. Привет. Я себя слышу. И там, и там. Звонок нормально идет. Завершим. Так, что теперь можно? Зайти в лок звонков и ответить, например, мне. Э, 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 э. Это ты куда вообще звонить собрался? Что-то, честно говоря, я не понял, что это за номер. Нет, вот сюда мне надо. Позвонить. Давайте теперь попробую с него позвонить. Надо будет посчитывать. А-а-а, косяк. С плюсом надо вначале. Ладно, поверьте, я проверял, с него тоже звонок идет. Ну, только либо с восьмерки, либо с плюс семи надо начиналось. С семи просто не пойдет. Ну, и можно отправить сообщение. Привет. Отправить. Дисконнект. Все. Отсоединилась. Что, батарейка села? Да нет, вроде не села. Почему, интересно, отвалилась? Да, отвалилось устройство, все. Нет. Фокус мне удался, факир был пьян. О, соединилась. Ладно, еще раз попробую. Вот он я. Написать мне. Привет. Отправить. Все, типа говорит, отправлено. Сейчас посмотрим. И где? СМС. Ты где? У нас все-таки не отправилась? Привет, говорю. Отправить. Я уже проверял. О, вот. Пришло. Хорошо, привет. Давайте отвечу. Как дела. Как дела. Все, отправка пошла. Отправлено. Вот оно хлюкнуло. Смотрим смс входящий. Не вижу. Вы поняли. Это устройство превращает любое устройство в телефонно-звонилку. В смысле, писало смс-ку и звонилку. Ничего больше. Никаких выходов в интернет. Вот у нас сообщение. Как дела. Почему здесь оно не отображается? Я не понимаю логику этого приложения. В общем, глюк на глюке. Но работает. Как-то так. Есть у меня ящик, в котором хранятся устройства. Ящик уже надо увеличивать, который я никогда не продам. Например, вот это устройство. Ну, кому оно нужно, если оно не будет поддерживаться со стороны производителя, а софт очень сырой. Пошел искать и нашел коробочку от него. Ну, я в коробочке положу, вдруг когда-нибудь пригодится. А тут есть инструкция, где указан адрес, откуда можно скачать, например, Android-приложение. Вот то самое, которое стояло на планшете. Также здесь есть ссылочка, где скачать для iOS. Вот она, ссылка, но прикольно. Ссылка была напечатана на инструкции, но потом, видимо, изменилась. И сверху новую наклеечку наклеили. Но она тоже не работает. Для iOS скачать нельзя. Но я тут нашел много интересного. Make you iOS device jailbreak. То есть без jailbreak работать не будет. Для андроида читаем, что-то там где. А, Android 2.3 и все. И больше ничего не указано. Рут для андроида, похоже, не нужно, чтобы это установить. Достаточно скачать приложение и установить его. Так что для Android более гибкая система. Если такие штуки можно без всяких рутов подключать. Такое устройство можно купить от другого производителя. Но именно этот производитель Freelander обещал сделать его дешевле, чем у других. Поэтому, к сожалению, не будет делать. Вместе с ним, с устройством, шла еще одна батарея. Это две батарейки идет. Но, видимо, быстро разряжается. Так на всякий случай. Или просто у китайцев привычка все двумя батарейками комплитовать. И OTG кабель. Для чего нужен OTG кабель? Вообще не понимаю. Может, его случайно сюда положили? Или, может, они предполагали сделать подключение винтов и USB флешек для того, чтобы расшаривать для Android. Ну, или для iOS, для Android не очень актуально. Потому что в любом Android, почти в любом есть слот для SD-карточек. Прикольно было. Дополнительный функционал. Все равно приложение... Jailbreak ставить приложение тоже. Еще вот здесь есть место, которое похоже на место для SD-карточки. Ну, а может, это просто так. USB кабель для зарядки. Ну, и все. Собственно говоря, больше ничего не шло. Если будет время и желание, я хочу... Ну, я уже приложение скачал, но пока файл. Хочу сделать 4-х симочный телефон. Попробовать хотя бы. Но сейчас просто некогда этим заниматься. Кто там? Ладно, отправляю это в музей истории. Оп! Надо готовиться к следующему обзору. Еще... Я не могу. Я не могу. Я не могу.